Так, всем привет дорогие друзья, с вами Криптофатеев и сегодня ответы на часто задаваемые вопросы Ну и в целом видеоролик, где я представлю свою персону, теперь вы будете меня знать в лицо Но многие люди уже догадались, что же за старые ролики были на этом канале Да, действительно, до этого я вёл другую тему на канале Эта тема была связана с мужским здоровьем, а именно половым воздержанием Почему половое воздержание это хорошо, как оно помогает мужчине самореализоваться и раскрыть потенциал Но в этом видеоролике я не буду вас агитировать за половое воздержание Я просто высказывал свои мысли и это не просто мысли, это опыт, который я получил Я снимал видеоролик про полтора года полового воздержания На самом деле я сейчас воздерживаюсь с того времени уже четвёртый год Скоро будет уже 4 года И себя хорошо чувствую, это благодаря также сыроедению Благодаря тому, что я отказался от мяса, от кофе И в целом придерживаюсь здорового образа жизни То есть если вы посмотрите мою аватарку ВКонтакте То вы увидите, что оно действительно так и есть Я за спорт и я за всестороннее развитие в целом Это если мы говорим обо мне И вот что у меня есть То есть сейчас интенсивно учил английский язык Конечно, без падений и не бывает взлётов Действительно, сейчас мне нужно поработать над грамматикой Но за счёт того, что у меня есть ещё западные проекты Западные каналы Один из них крупный За счёт того, что там смотрят люди Ну, такого школьного возраста Дети И, соответственно, этот канал очень крупный Здесь же ниша криптовалютная И в целом бизнесовая тематика Она, ну, узкая Она узкая за счёт того, что мало людей хотят заработать Мало людей не знают, как заработать И в этом видеоролике я расскажу, как я пришёл к криптовалютам Как, что меня сподвигло И вот тут я себе на телефоне, значит, написал Что именно меня сподвигло Если вам зайдёт, вы поставите лайк И, например, напишите комментарий Что бы вы хотели услышать от меня Какую историю И в следующем видеоролике я отвечу на ваш вопрос И это может быть с криптовалютами связано Ну, так как у нас вот этот проект Мой криптовалютный канал Соответственно, здесь я буду выкладывать Непосредственно на ваши вопросы Ответы про криптовалюты Что касается того, как я зашёл на криптовалютный рынок Конечно, было бы гениально вам чесать о том Что я купил биткоин в 2012 году Нет, на самом деле всё было не так Этому послужил кризис Именно кризис, который у меня произошёл Дело в том, что в 2014 году Я как раз жил на Донбассе И вот у нас были такие горячие события в 2014 году Где, ну, очень ты сильно задумывался о жизни И вот это событие, оно сподвигло меня зарабатывать больше До этого у меня был канал по доте У меня там, ну, на самом деле я этот канал продал Но там на нём 50 тысяч подписчиков И я до этого занимался летсплеями Снимал летсплей, играл в доту И в конце концов я понял, что, ну, игры Я уже, мне надоело Игры, несмотря на мой молодой возраст Мне реально игры уже надоели Мне захотелось чем-то заняться Ну, более умным, что ли И было много каналов Было много проектов Тогда, когда уже я начал набираться опыта Тогда, когда уже понял, что людям нужно И я понял, что вот эта криптовалютная тематика Вот этот криптовалютный канал мой Он особо тут аудитории не наберёт И тут особо просмотров не будет Почему? Потому что на ютубе зачастую Это детская аудитория Это тебе нужно снимать что-нибудь для детей Потому что здесь смотрят в основном дети Школьного и дошкольного возраста Вот там есть просмотры И если, возможно, вы видели такой канал Влад Крэзи Шоу Ну, который забанили в прошлом году Вот там были просмотры И, соответственно, подобные тематики Подобного рода ролики Они набирают просмотры Вопрос уже другой Что у меня там за канал С огромной аудиторией Это уже другой Это другой проект Которым даже я не сам занимаюсь И, соответственно, этот проект я не хочу палить Потому что, ну, там действительно Замешаны хорошие деньги Там хорошие вложения И поэтому я не хочу об этом говорить Вот, поэтому Как я зашёл в криптовалюту? Я в 2014 году После того, как у нас произошёл кризис После того, как я понял Как жизнь всё-таки хороша Как всё-таки жить хорошо Ну, было такое дыхание Второе, да, после вот этих всех бомбёжек Я понял, что нужно куда-то стремиться И что-то делать Какие-то либо инвестиции Либо ещё что-то Я как-то вбил в Ютубе заработок Как заработать там сколько-то денег Или долларов на Ютубе Как заработать 100 долларов По-моему, я вбил Потому что мой Дота-канал Он не приносил много То есть русская монетизация На русском Ютубе Это ничего И вот эти деньги Которые получаю я с этого канала Они идут на благотворительности Ну, вы можете верить Можете не верить Но вообще я зря это сказал Я зря проговорился Не знаю, может это вырежу Но русская монетизация Русский этот Ну, то есть если вы хотите как-то Окупать своё время Вам придётся продавать прямую рекламу Да И, кстати, по поводу рекламы Тоже поговорим Так вот, я себе написал Что я тут себе выделил Да То есть я зашёл в криптовалюту В 2014 году И, соответственно, написал Как заработать 100 долларов в день Или 400 Что-то такое Мне высветилось видео Как заработать 400 долларов в день И действительно там парень показывал Как заработать 400 долларов в день А именно 2 миллиона сатоши На тот момент Ноябрь месяц Ноябрь месяц Биткоин Там было 0,2 биткоина Это именно 2 миллиона сатоши Это было на тот момент Я не помню там сколько было Но курс биткоина Был около 300-400 долларов 300-400 долларов стоил биткоин И на тот момент Я так думаю Ага, хорошо Я зашёл, попробовал Начал вбивать И действительно Это был типа кран Это был кран Который раздавал сатоши И соответственно На этот биткоин Когда ты получаешь Вот эти сатоши Набиваешь Набиваешь в итоге 1 биткоин Переводишь его на блокчейн-инфо И соответственно Я таким образом делал Потом я С блокчейн-инфо ушёл Я начал кор кошелёк использовать Потому что Были Значит Топики Где значит Блокчейн-инфо Людей взламывали Я находил Я спрашивал Значит У комментаторов Что вы думаете По поводу этого сервиса И он мне уже тогда Не понравился Вот почему Например Блогера Взломали недавно Потому что Использовал блокчейн-инфо Это не очень сервис И после этого Я начал пользоваться Кор кошельком Конечно Вам можно было бы лечить Что я Вот эти биткоины Которые там Там за 30 секунд За 15 Можно заработать Было 2 миллиона сатоши 2 миллиона сатоши С этого сайта А сайт Назывался На тот момент PrimeDice Точка Ком То есть PrimeDice Из PrimeDice Можно было выводить И соответственно Выводить на свой кошелек Биткоин Курс Еще раз хочу заметить Был 300-400 долларов Я сразу его продавал И соответственно В следующем 15 Году В начале 15 Года Биткоин Значит Упал И это Мне поспособствовало Тому Чтобы Ну вообще Биткоин Ну чтобы он не лежал И чтобы его продавать Продавать Ну я как-то так Зарабатывал Зарабатывал Потом я Все-таки Начал в оффлайне Работать Потому что Ну Это мне Достаточно Чтобы Вот эти биткоины То есть Сложность росла И вот эти краны Тоже там Были с ними Проблема То не выплачивали То еще что-то В итоге Короче я Часть биткоинов Распродал большую И плюнул на это дело Потом То есть Я видел Что курс Падает И я в итоге Распродал все биткоины Сейчас действительно Сердце кровью Обливается Ну и когда я перешел В общем-то Работать в оффлайн Когда я там Тоже в оффлайне Нашел работу Хорошо зарабатывал Я В общем-то Начал увлекся Оффлайновой работой Как-то пытался Дота канал вести И Потому что Понял Что на биткоине Это особо и не заработаешь Курс То колеблется Это меня очень сильно бесило Он падал И в итоге В 2017 году Именно вот Даже Вот как вчера Помню 1 января Биткоин достиг Почти Тысячи долларов У меня тогда Было на душе Очень фигово Потому что Я этот биткоин Продавал По 400 долларов По 400 Я продавал Биткоин за копейки За день В 2014 году В ноябре Можно было Набить При большом желании Один биткоин На этом сайте Вот который я вам говорил Именно Prime Dice На нем Можно было Набить Один биткоин И очень сильно Если постараться Можно было Это сделать Ну и я набивал Где-то 10 биткоинов Вот за месяц То есть Для меня Это было такое То есть Я любил поиграть Мне это было Особо не интересно То есть У меня было еще Такое влечение К играм То есть Я любил играть И мне как-то Зарабатывать деньги Чтобы в итоге Короче Пошел на оффлайновую Работу работать Ну и Как бы Параллельно учился Параллельно работал И когда узнал В январе Что биткоин Тысяча долларов А я его распродал Я конечно был в шоке Ну и в семнадцатом году Когда биткоин Уж тогда Достиг тысячи долларов В январе месяце Я принял решение Что нужно инвестировать В какой-то Другой Криптовалютный актив Я не понимал Вообще Как биткоин Он собирается Выше тысячи быть Или он Там остановился Будет ли он Две тысячи долларов Я не знал В итоге Весной Я принял решение Инвестировать в лайткоины Я купил лайткоин По 4-5 долларов Потому что Думаю Лайткоин Во-первых Быстрее Во-вторых Лайткоин Ты покупаешь Много И это Такой психологический Такой Плюс Тебе Что у тебя Типа много Лайткоинов И То ли один Биткоин То ли много Лайткоинов Действительно На тот момент И я на тот момент Купил Определенное количество Лайткоинов Я не буду говорить Я не дурак Чтобы полить Свой баланс И Соответственно У меня уже Такое мышление Было Чтобы холдить Чтобы холдить Когда я В марте Купил Лайткоин В апреле Он уже доходил И стоил В 2 раза дороже То есть Я его купил По 4-5 Он уже стоил 10 И уже были Такие бычьи настроения Я этого не понимал Что такое Быки Что такое Не быки На рынке Треугольники Я этим Теханализом Не занимался И соответственно Я холдил Я холдил Лайткоин Когда лайткоин Стал 50 долларов Я перестал Его холдить Потому что Считаю Блин Уже дорого Дорого Куда его покупать И вот эта ситуация С биткоином Когда я его В 14-м году Продал И когда В 17-м Стоил 1000 долларов Она меня научила В принципе Она дала мне урок Что чувак Холди Криптовалюту Не продавай Жди 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 И действительно В декабре Лайткоин И все криптовалюты Начали вверх То есть биткоин До декабря Рос В сентябре Там были плохие новости Из Китая Но потом биткоин Начал расти Расти В ноябре Начал рост Хороший И в декабре Уже мы видели Там 19 тысяч долларов То есть В принципе И лайткоин И Чарль Ли Вот этот проект Меня сделал Ну Такой Нормальный При деньгах То есть Я не жалуюсь И я благодарен Чарль Ли Тому что Он сообщил У себя в твиттере Что чуваки Продавайте Лайткоин Потому что Я видел Такое на рынке Было Когда криптовалюта Взлетает И она падает Ну как это было С биткоином То есть Он 400 долларов стоил Потом он стоил 200 долларов В следующем году И я такой думаю Фу Хорошо что я его продал Ну и таким образом Я продал Лайткоин По сигналу Чарль Ли За 300 долларов Когда он дал Этот сигнал Я продал Половину Потому что Я не был Уверен Мне казалось Что растущий рынок Он бесконечен И у меня была Очень такая Большая эйфория За то что я Заработал Очень много денег Я почти Лайткоин Уложил копейки А заработал много Это действительно Классно И соответственно Тоже у меня стоял Выбор кошелек Какой кошелек В итоге скачал Кор кошелек И теперь я только Признаю Кор кошельки С шифрованием На вашем компьютере Многие люди Сейчас конечно Разбираются В криптовалюте Они этого не знают Но я тогда разобрался И понял Где хранить Собственно Свои Лайткоины Ну и сейчас У меня осталась Половина Что я сейчас делаю Я опять Следую стратегии Бай и холд И теперь на нижних уровнях Потому что Понимаю Что у нас Медвежье движение Рынка по альткоинов Оно в глобальном смысле Этого слова Оно медвежье Но некоторые Альты сейчас хороши Я тогда Мог купить Эфириум За копейки Но к сожалению Я этого не сделал Если бы я Эфириум купил То было бы Намного профитнее Намного Профитнее Нежели Лайткоин Но я не жалуюсь Я считаю Что Так как Я купил Так как я поступил Это очень хорошо И прежде всего Благодарность Каналу Манимейкерс Человек Который еще В 2014 году Говорил Что люди Покупайте Биткоин Но вернее Не покупайте А майните Потому что Именно через сайт Я добывал С помощью майнинга Я еще помню Как на сайт Я заходил И у меня Жестко Я грузил Компьютер Этот сайт Даже несмотря на то Что я тогда Пилил Видеоролики По доте И записывал Летсплей Действительно Грузил сайт Но Блин 2 миллиона Сатоши Это 0,2 битка Знаете сколько сейчас Это 1200 долларов Если у меня курс Не значит Обманывает 1400 долларов На данный момент Вы представляете То есть Ну спустя 3 года Считаю Спустя 3 года Виден Вот такой результат Конечно Плохо То что я Эти биткоины Попродавал Купил Другой Криптовалютный Актив Но я благодарен Тому что Вот так оно и есть Почему я стал Этот канал Вести Весной Этого года Потому что Я сочел Нужным Говорить Людям О том Что происходит На криптовалютном Рынке Вот например Разработчик Чарли Умный Уже много лет На рынке Создатели Лайткоина Говорит что Он продает Все свои Лайткоины Это явный Сигнал на продажу То что люди Вы сейчас Словите Хаи Не покупайте Лайткоин Потому что Я продал Да конечно Это не обболело Лайткоин И не обболело Курс Лайткоина Но он Дал сигнал На продажу Тем кто Начал заходить На рынок Криптовалют Например Ты зашел В декабре На хаях Купил Лайткоин Все Ты никто Ты Ну как бы У тебя Ты профит Уже все Ты не зафиксируешь Очень хороший Другое дело Ты зашел весной И соответственно Как я продал Лайткоин Тогда Вот тогда По его сигналу Да Это действительно Оправданная продажа Это действительно Оправданная продажа Я пожалел Что я все Лайткоины Не продал Вот И соответственно Таким образом Мы видим Что Действительно Есть хорошие новости Нужно Эти новости Озвучивать И по новостям Можно В принципе Ну как бы Смотреть Куда рынок Пойдет В ту или иную Сторону То есть Действительно Новости Они помогают Продать тот Или иной Криптоактив Особенно Когда продает Этот криптоактив Разработчик Да Конечно Биткоин Вот Сатоши Накамото Он не может Сказать Что я продаю биткоин Потому что Мы не знаем Кто это Кто обваливает Курс биткоина Мы не знаем Кто это А в лайткоине В альтах Оно очень просто Тебе говорит Чарли Продавай Лайткоин Потому что Я продаю Вы зря Устроили вечеринку Он тогда В твиттере Написал И соответственно Это меня сподвигло Уже тогда Мотивировало Что ли Блин Канал создать Потому что У меня уже Есть опыт В этом деле И потом Я уже Весной Пришел К такому выводу Что все Я создаю канал Начинаю вести Про криптовалюту До этого У меня Было Я еще раз Говорю Что на этом канале Видеоролики Про воздержание Мужское Здоровье Я считаю Что сыроедение И считаю Что фруктоедение Когда ты ешь Фрукты Когда ты Чисто питаешься На овощах Когда ты В принципе Пьешь соки Это очень хорошо Поэтому Я веду Здоровый образ жизни Мне при воздержании Очень хорошо Легко В теле И более того Как вот Врачи Лгут Что нужно Вот этим Заниматься Каждый день Но Понимаете Что Тем самым Вы просто Себя истощаете Вы истощаете Организм И например Если вы Вот Поставьте себе цель Стать КНС По боксу Запишитесь На спортивную секцию Вы можете На своем опыте Это проверить И Анонируете Несколько раз в день Да Ну или Мастурбируете Несколько раз в день Вы не сможете Стать КНС По боксу Потому что У вас не будет Хватать энергии Вот почему И это бьет По мужской Самореализации Почему воздерживался Майк Тайсон Мухаммед Али Прочитайте историю Никола Тесла Воздерживался От Сексуальных Всех Вот этих Потех И действительно Это помогает Это работает Конечно Найдутся противники Я Никому не навязываю Своё воздержание Это Я считаю Что мой проект Это мои мысли Я Первый из тех Кто Начал говорить На эту тему Сейчас Много каналов Появилось На эту тему В русскоязычном Сегменте Я Первооткрыватель В этой теме И Соответственно Это еще Продвинуто На западе То есть На западе Реально Говорят Что Фаб Он Вредный То есть Можете Если с английским Дружите Вести Фаб Фаб Порно И так далее Просто В поиск Ютуба И вам Выбьют Видеоролики Там есть Видеоролики Которые Набирают Один миллион Просмотров И там Все Объясняется Почему Порнозависимость Это плохо Почему Фаб Это вредно Почему Почему Все на это Объясняется Все завязано На дофамине Вкратце скажу И если вы Занимаетесь Этим То у вас Падает Тестостерон И соответственно Вы не деятельны В этом мире То есть Вы становитесь Таким Овощем Вы не можете Ничего сообразить И так далее И тому подобное В общем Кого интересно Можете обращаться У меня есть Видеокурсы На эту тему Но я ничего Не пропагандирую То есть Если вы Ведете Половую жизнь Пожалуйста Я не запрещаю То есть Ни в коем случае Но учтите Что За все Нужно В этой жизни Платить Так Про сыроедение Сказал Про то Что Как зашел В криптовалюту Сказал Канал Манимейкерс На ютубе Ответил Если бы не Канал Манимейкерс Я бы не узнал О криптовалюте Я бы Наверное Был в пролете Скорее всего Благодарен Сергею Насколько я помню Его имя Чем занимался До этого До этого Занимался Единоборствами Спортом Боксом Боевым самбо Дзюдо И Ну как сказать Я Ходил Полюбительски Я Мне больше нравился Бокс Но вот Дзюдо Боевой самбо Борьба Мне не очень нравилась И потом Я начал Так подкачиваться Ходить Физическая подготовка Мне Ну как бы Давало прирост В силе И как бы Это очень хорошо Сказывалось На показателях В целом Будущий Будущая Криптовалютного рынка Скажу В пару словах То что Я считаю Что рост биткоина Уже когда Сейчас заявляют Что рост биткоина Может быть До 40 тысяч долларов До 50 тысяч долларов То сейчас Действительно Начинаешь верить Начинаешь верить Потому что Если бы Мне в 2014 году Сказали Чувак Ты что продаешь Биткоин Он 400 долларов Он будет В 2018 году И начало 2018 года Стоит там Под 20 тысяч долларов Я бы ни в коем случае Его не продал Я бы ни в коем случае Его не продал Но Блин Если бы Все хорошо Думают На заднее число Все Все просто Эксперты И поэтому Ну Как бы Я считаю Что это опыт Потому что Я на лайткоине Очень хорошо Заработал Благодаря Разработчику Чарли Ли Если бы я не читал Новости Если бы я не следил За криптовалютным Активом В который Я вложился Я бы Скорее всего Сейчас Сидел В жесткой просадке В жесткой просадке Сидел Так хоть спасибо Половину Своего Добра Я продал Эфир Почему не холдил Не знаю Потому что Криптовалютный Кошелек Лайткоина Мне как бы Показался По что ли Как сказать Поудобней И у меня Сложилось Такое впечатление В голове Что Лайткоин Он даже Может обогнать Биткоин Хотя Эмиссия монет В 4 раза больше Но Я так понимал Что Так как Лайткоин Быстрее У него есть Какое-то будущее Ну Как-то у меня Такой хомячий Инстинкт Был или нет Я бы мог Да Действительно На эфире Заработать Но Ключевое слово Мог Я заработал На лайткоине Поэтому Я не жалуюсь Я ни в коем случае Не жалуюсь Когда стрельнет Биткоин Это Конец Этого года В декабре Начало 19 Года Я считаю Поэтому Сейчас Если вы Рассматриваете Закупать Альты Не закупать Биткоин Не закупать Или закупать Я бы делал так Я бы холдил На нижних уровнях Часть Своей Там Не знаю Прибыли Зарплаты Гонорара Ну Кто что может Часть Часть Именно на нижних уровнях Раз в месяц Заходишь на Биржу И часть Холдишь И все В этом ничего сложного Нету Зато Потом Учитывая Что Вот как Чарли Высказался По поводу Биткоина Что Много миллионеров На земле А биткоина Всего 21 миллион И Не на каждого Понимаете Что Биткоина Хватит Миллионеров Потому что Их больше Это их Множество Этих миллионеров Поэтому Даже если Купите Один биткоин Это уже Хорошо А потом Альткоины Ну это Так Говорил Чарли У меня Видите Сработало По иному Я на биткоине Обжегся Купил Лайткоин И на лайткоине Хорошую Прибыль Сверхприбыль Сделал Просто Поэтому Как бы так Почему Завел Криптовалютный Канал Потому что У меня Была такая Штука Что Мне нужно Было Учить Английский Язык И я Как-то Очень Ни бы Ни мэ Не понимал Ну особо Как Вот Ютубер Это Ютуберы Что они Там Говорят На западе И У меня Включался Такой Паразит Что я Смотрел Видеоролики На русском Ютубе И я не Хотел смотреть Эти видеоролики Потому что Там Одно и то же Там Одно и то же Было И Там Не совпадали Эти прогнозы Я не говорю Что я Там Ангел Что у меня Совпадают Прогнозы Но У меня Это Вызвало Какую-то Зависимость И я Захотел Сделать Криптовалютный Канал Так как Я все равно Раз в день В два раза В день Захожу В CoinMarketCap Что там Происходит И Смотрю За новостями Потому что Мне реально Помогли Новости Продать Лайткоин И выйти В профитность И Соответственно С этим Я думаю Почему бы Приятно С полезным Не совмещать И не сделать Криптовалютный Канал Вот я и сделал Криптовалютный Канал По поводу Рекламы По поводу Рекламы Меня люди Спрашивают Вот ты Рекламируешь Скам И так далее Я не Отрицаю Я еще В ролике Про доверительное Управление Говорил Что Я Рекламирую И Оставляю за собой Право рекламировать Сервисы Которыми я могу Не пользоваться Какие-то Непонятные Сервисы Почему Потому что Ну Как-то Это должно Окупаться Это ну Как-то Время Должно Окупаться Что ли Ну Надо как-то Монетизировать Единственный Способ Это продавать Рекламу Другого способа Я не вижу Донаты Включать Ну Я не попрошайка У меня нету Времени На то Чтобы стримить И там Донаты Собирать Это не для Меня Поэтому Единственный Выход Реклама Как бы Вот так Поэтому Учтите Что Там где Я говорю Спонсор Там где Реклама Это всего лишь Реклама От моего канала Я никого Не призываю Куда-то Вкладываться Это всего лишь Монетизация Моих Видеороликов Не больше Что касается Другого Про воздержание Я сказал Про То как Что Зашел Криптовалютный Рынок Ну В принципе Я считаю Что на этом Все Потому что Ролик Затянулся Что хочу Сказать То что Сейчас Стараюсь Всесторонне Развиваться То есть И Вот Даже в рекламе Когда я рекламирую Каких-то блогеров Ютуберов Которые Ведут Криптовалютные Каналы Это вовсе Не означает Что я их Смотрю Это просто Реклама Это просто Рекламная Компания Я смотрю Западных Блогеров Но Все-таки Делая Ставку На свой Опыт Почему Потому что Он подтвержденный Потому что Я не нахожусь В просадке И Потому что В принципе Все что я делал Все правильно Все правильно Вот единственное Что в 14-м году Просто продал Биткоины Ну К сожалению Я считаю Что это опыт Если бы я не продал Тогда биткоины Я бы сейчас Был миллионером Причем Долларом Легко Просто Запросто Но К сожалению Как бы Что получилось То получилось Поэтому Я считаю Что Это неплохой опыт Это неплохой опыт Ну В принципе Все Дорогие друзья Не смею Задерживать Я считаю Что Если вам понравился Такой формат То я буду Стараться Делать Такой формат Буду Значит В дальнейшем Отвечать На ваши вопросы Если это потребуется Про Все Я в этом видеоролике Рассказал Так что Тоже советую Всем развиваться Всесторонне Тоже Учить английский язык Возможно Изучать Иностранных блогеров Что они там Рассказывают Возможно Как-то Тоже Практиковать Английский язык Потому что У меня есть Ну Два западных проекта Это один крупный А другой мелкий И на мелком проекте Я как бы Оттачиваю У меня в английском языке Проблема То что я не могу Выговаривать слова Там действительно Есть такие слова Долгие Длинные И их Выговорить Очень сложно Как они правильно Выговариваются Тоже очень сложно Поэтому Я Вот так вот Тоже практикую Английский язык Как В принципе Не скажу Но в принципе Я разговариваю То есть Я пытаюсь Разговаривать Потому что Если ты Теорию Тупо Сухую Учишь То Ну это Ничего не дает Это как Покупать курсы По трейдингу И не практиковать Да Никакого результата Не будет Точно так и здесь Я стремлюсь К тому Чтобы учить Английский язык Активно Его практиковать И активно На нем Разговаривать Поэтому Также Занимаюсь Продолжаю Заниматься Спортом Продолжаю Тоже Улучшаться Читать Книги Тоже Смотреть Там Возможно Когда-никогда Радислава Гандапаса По финансовой Мудрости Ну в принципе Всесторонний Развитый человек Это Сверхчеловек Я считаю Потому что Когда ты По всем фронтам Пытаешься Что-то достичь У тебя Так или иначе Начинает получаться То есть Это уже Мне тоже Опыт показывает Начинал я С канала По доте Потом Как бы Появился у меня Проект Про воздержание Половое Где я Рассказывал Про Него Потом Начал Значит Проект Другой Где Купил камеру Где тоже Были вложения Раскрутил Вот До Крупной Аудитория И Соответственно Сейчас Я думаю Что тоже Нужно Как бы В этом направлении Развиваться Понятное дело Что это мелкая ниша Тут мало Подписчиков И тут мало В принципе Просмотров Почему Потому что Криптовалюты Ну это Такая Тихая гавань Все таки Она остается Почему Потому что Меня до сих пор Спрашивают люди Как купить Криптовалюту Как купить Биткоин Да И Многие Еще не знают Для многих Это геморно Это действительно Геморно То есть Если бы это было так Что ты действительно Какой-то банкомат Хоп Зашел Купил Криптовалюту Пополнил баланс И было бы легко Да За фиатные деньги А так тебе нужно Заводить на биржу Этот биток Там Покупать Действительно Регистрироваться На бирже Какие-то Холодные Кор кошельки Люди Еще не Осведомлены Они плохо Соображают Многие Даже Опытные Казалось бы Люди Тоже теряют Деньги Через блокчейн Инфо А блокчейн Инфо Это ни разу Не холодный Кошелек Стоит тоже Запомнить И Ну В этом плане Лучше Кстати Учиться На чужих Ошибках И Соответственно Вот я поделился Опытом Как я продал Свои биткоины В 2014 Году Которые Я в принципе Насобирал Как я пошел На оффлайновую Работу И как я потом В 2018 Году Жалел То что я продал Эти биткоины Тогда Когда биткоин Стоил Тысячи долларов Когда биткоин Начал стоимость Достигать 10 тысяч долларов 14 тысяч долларов У меня Не знаю Кровью Сердце Обливалось Потому что Столько Продать биткоинов Тогда В общем Такое Не буду Расстраивать себя С вами был Криптофатеев И если есть вопросы Задавайте Всем удачи И всем пока Субтитры Субтитры Субтитры